Дорогие друзья, я не могу оставаться в стороне, не могу выразить свое негодование и соболезнование родственникам погибшим и пожелание выздоровления всем, кто пострадал из-за ужасного, чудовищного теракта в Крокус-Сити-Моле в Москве. Опять-таки, через какое-то время, наверное, мы поймем, кому это было нужно, кто это сделал. Безусловно, многие указывают на Путина и ФСБ, так как у них омерзительная репутация в связи с терактами. Мы помним, рязанский сахар, учения, якобы. Наверное, стоит сказать, что если страна не проводит столько военных операций в разных странах, очень далеко от своих границ, то шанс, что такие чудовищные теракты могут произойти, он гораздо ниже. И еще, наверное, очень важная вещь я хочу сказать, что вот я сегодня возвращаюсь из Украины. Позавчера ночью бомбили Киев, бомбили баллистикой, рандомно по жилым домам, по детским садам. Каждый день в Украине путинская армия совершает теракты в общей сложности по жертвам, не меньше того, который сегодня произошел в Москве. А если страной перестанет править Путин и военная хонта, и страна станет на мирное, примет мирное существование, мирное строительство, созидание, то этот кошмар, который сеет путинское государство, и который посеяли вот эти люди, мы, опять-таки, лично я не знаю, кто это, он сойдет на нет. Примите еще раз соболезнования и берегите себя, и мой совет всегда. Если хотите свободно дышать, свободно говорить и иметь право на высказывание своих мыслей и не попадать в такие передряги, то из путинской России лучше всего уехать. Пока Путин жив, будет война, будет эскалация. Мы посмотрим, какие еще свободы отберут после вот этого кошмара, который произошел. Или отберут мало, или отберут много. Опять-таки, многие говорят про мобилизацию, я не думаю, что так будет. Как мы попали в это жуткое время, где мы не прокричали стоп, не сделали того, что должны были сделать. Каждый, наверное, должен задуматься сам. И, в общем, мой родной город и мои лучшие поддержки тем, кто выздоравливает и борется за жизнь в больницах сейчас. И я желаю, чтобы нам подумать и сделать все так, чтобы закончить это как можно скорее. Наше государство идет по пути эскалации, идет по пути милитаризма. Это наше государство террористов. И подобные вещи, к сожалению, могут происходить благодаря ему или в ответ на его действия. Берегите себя. Берегите себя. Берегите себя. Берегите себя. Берегите себя.